Никому не секрет и многочисленными фактами и аргументами доказано, что Иран был соучастником в оккупации азербайджанских территорий. Об этом в интервью «Канал 13» сказал общественный деятель Дашкана Галарлы. По его словам, с самого начала войны и после того, как Азербайджан закрыл железную дорогу в Армению, Армения в основном жила за счет помощи Ирана. Иран также переправлял в Армению российские грузы. Дашкана Галарлы поделился интересным фактом. По его словам, когда-то азербайджанская делегация министров была в Иране, в РАМ прибыла делегация из Армении и наших министров просто выпроводили. Это произошло в городе Меренда, в близи Нахчеванской Джулфы. Один из этих министров по сей день работает в одном из комитетов Кабинета Министров. Я хотел коснуться к нашему другому соседу Ирану. Как начались эти события, из Ирана была месседжа, они сказали, что территориальность границы Армении, это для них красная линия. Да, 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 красная линия. Если кто-то затрогнет эту полосу, они дадут ответ. Угрожали конкретно Азербайджану. Как вы думаете, Иран, они что хотят? В чем их интерес, что они так угрожают Азербайджану? Никому не секрет и многоцисленными доказательствами, аргументациями, фактами доказано, что Иран был соучастник оккупации наших территорий. Сначала еще была не война, а статистские локальные конфликты. Всегда и с того, что Азербайджан закрыл железную дорогу в Армению, Армения в основном жила с помощью с подачи Ирана. И российскую помощь через Каспийское море и свою помощь. И даже я не хочу пойти в данную историю, но я знаю один факт, что группа министров Азербайджана, когда были даже в нашем азербайджанском городе Иранской исламской республики, и туда, когда был ожидаемый приезд туда, армянские делегации выгоняли наших министров из города Меренда. Это в двух шагах от Джулфи Нахтивана. Выгоняли.